Что такое административный ресурс? Ну, наверное, вы эти слова слышали, часто с этим сталкивались и, может, даже видели. Давайте подробно поговорим об этом. Совсем недавно парламент ввел ответственность за использование административного ресурса. Ну, административный ресурс вы, как я и говорил, наверное, слышали. Это когда директора школ, главврачи составляют список своих подчиненных, просят подчиненных, чтобы они поговорили с родителями и учеников, поговорили с больными, кто лечится в больнице, или, может быть, это директор почты, директор пожарной службы и так далее. Просят подчиненных сделать список и поддержать эту партию. Целиком и полностью поддерживаю. И уже есть случаи, когда в партии кидали этих людей, кидали их, использовав как презерватив. Я извиняюсь за это слово. Несколько ярких примеров, когда один директор рьяно так боролся за одну партию, что об этом узнали многие. Директора уволили, и теперь этот директор пытается восстановиться на работе. Конечно, многие руководители боятся потерять свою работу, и они где-то вынуждены слушаться партии власти. Но будут ли помогать эти партии власти им? Когда дело доходит до наказания, наказывают обычно простого учителя, простого врача или простого социального работника. И это ведь несправедливо. Я люблю эту страну. Здесь есть правосудие. Сами партии, естественно, будут открещиваться. Они будут говорить, мы не используем административный ресурс. Полный пиздец. Но есть наказание. Партии можно отстранить от выборов. Поэтому, конечно, партии будут обмануть, и они даже вас принесут лучше в жертву, чем приносить в жертву себя. А для обычного учителя или врача, который использует административный ресурс, грозит штраф от 30 до 60 тысяч сомов. Если этим занимается директор школы, либо директор почты, то в этом случае его могут выкинуть с работы. И поверьте, даже связи в партиях или вообще какие-то связи вам просто не помогут. Вас использовали и вас забудут. Поэтому думайте, нужно ли вам бежать прям и использовать этот административный ресурс. Остановитесь! А чтобы вам защититься от административного ресурса, старайтесь записывать все на диктофон. Кто бы вам не приходил, кто бы не угрожал, записывайте. Может быть, это поможет не сейчас, но зато поможет потом. Но это не точно.